Привет, с вами Лилия Донскова и сейчас я вам покажу, как сделать быстро и легко выразительный макияж глаз и губ. Ну, вообще, в принципе, макияж. Посмотрите, мое лицо сейчас готово, у меня нанесен тон, брови я уже сделала, осталось сделать румяна, глаза и губы. Итак, поехали. Начнем, конечно же, с глаз. Первое, что я делаю, я использую основу под тени, я беру такие жидкие тени, блестящие белые, мне они очень нравятся, потому что они делают очень красивый макияж. Тени как будто бы изнутри подсвечиваются и их оттенок становится более насыщенный такой и выразительный. То есть, если носить тени просто на кожу без базы или с базой эффекта, вообще разные, как будто разными тенями пользуешься. Я буду использовать такое большое зеркало. Наношу я тени вот таким образом, то есть на века подвижное и чуть-чуть выложу вот на эту часть, где у меня будет заканчиваться, так скажем, тени. Нанесла с одной стороны, ну и сразу же с другой. Будем делать параллельно макияж глаз, потому что я люблю все быстро делать. Наношу я особо не смотрю, чтобы там было все ровно или еще. Это просто база. Далее мне нужны две кисточки. Я использую пушистую кисть Giordani Gold и моя любимая кисть двухсторонняя, но использую я только одну сторону. Кстати, это кисть изначально для помады. Я ее использую для того, чтобы сделать аккуратненько, вывести уголок теней. Обратите внимание, да, не обязательно все использовать прям по назначению. Я использую тени. У меня вот такая палеточка. Мне нравится. Здесь 8 оттенков. Классные теплые оттенки. Здесь есть и холодный, серый, нейтральный, зеленый, коричневый. То есть такие вот классные цвета, самые подходящие для осени и зимы, для этого периода. Потому что согласитесь, зимой ходить с голубенькими или розовенькими тенюшечками, ну как-то не совсем хорошо. Это более летний макияж. Поэтому я сделаю такой вот красивый оттенок. И сначала я беру светлый оттенок и крашу от уголочка глаза. Вот эту зону прокрашиваю. И совсем чуть-чуть кидаю под бровь капельку. То есть не надо вот сюда наносить очень блестящих теней. Конечно, если вы молоденькая девушка и собираетесь там в дискотеку, то это допустимо. Ну а все, в принципе, слишком много блеска на эту зону, ну нет необходимости наносить. Далее наношу на это веко чуть-чуть. Беру свою любимую острую кисть. Беру темный оттенок, буду сегодня использовать зеленый цвет. Он такой глубокий зеленый, практически как серый. И смотрите, что я делаю. Вот таким образом. То есть я смотрю прямо и вижу, где у меня вот веко, как говорится, нависает. И я прохожу вот эту складочку. То есть вот таким образом делаю небольшой намек. Как-то надо сделать, чтобы вы меня хорошо видели. Вот так, наверное. То есть я прокрашиваю немножечко уголочек. И вот эту складку. Вот получается, что взгляд у меня сразу как бы открылся и угол глаза приподнялся. То же самое сразу делаем на второй половинке, чтобы было одинаково. Потому что если вы сделаете полностью один глаз, потом возьмете за второй, то вы можете где-то допустить ошибку. И уже не будет возможности повторяем, ну как бы исправить. Да, или это будет уже не так просто. Поэтому тут же наносим на второй глаз. Остреньким уголочком все делаем. И сравниваем, чтобы было одинаково. То есть это как бы набросок. Мы здесь еще не тушуем, не втираем. Просто мы кидаем. Догенький набросок теней. И так вот, что у меня получилось. Далее я беру опять пушистую кисть и наношу уже, беру третий оттенок. Он средний между совсем светлым и темно-зеленым. И закрашиваю вот эту зону, чтобы сделать границу не такой вот четкой и жирной. То же самое делаю со вторым глазом. Далее я беру стойкие тени для век. Мне очень нравится такой красивый оливковый, темно-оливковый цвет. И провожу по нижним ресничкам. То есть прямо в ресничках прокрашиваю стрелочку такую делаю на двух одновременных глазах. Проверяю все, чтобы было аккуратненько. И мне понадобится лайнер. Я использую тоже такой интересный оттенок изумрудный лайнер. И чуть-чуть прокрашиваю уголочки. Таким вот образом. И прям вот провожу как бы в самих ресницах. То есть у меня как бы нет такой явной стрелки жирной. А я вот прям в ресницах, в ресницах, в ресницах прокрашиваю. Для того, чтобы когда я начну красить ресницы, они смотрелись густыми. То есть у меня будет основание такое прокрашенное. Что я сделаю два буквально слоя покрытия ресниц тушью. И уже станут глаза открыты и распахнутые. Ну и небольшую стрелочку можно сюда увести. Маленькую. И то же самое второй глаз. Мне очень понравился цвет. Он такой какой-то легкий, невесомый. И подчеркивает цвет глаз. После этого нужно взять опять эту же острую кисточку, набрать тени. Вот этот средний оттенок. И пройтись по нижним ресничкам, как бы растушевать стойкие тени. Немножечко их растушевать. Ну и в принципе все. Я еще обычно беру пушистую кисть. И немножечко прохожусь по этой границе, чтобы она не была такая четкая сверху. Вот и все. Тени. Контур. Все растушевали. Делали мы это буквально 5 минут. Осталось накрасить ресницы тушью. Нам осталось, то есть мне осталось прокрасить ресницы тушью. Я буду использовать мою любимую тушь. Это тушь 5 в 1 от Ари Флейм. Я столько туши перепробовала, но всегда возвращаюсь к ней, потому что она лучшая. Это потрясающе удобная кисточка. У нее такие коротенькие силиконовые щетиночки. Прекрасно прокрашивают ресницы от основания. И можно сделать их пушистыми и естественными. Как будто я сейчас один слой положила. Как будто бы я и не красилась, но ресницы сразу появились. То есть уже есть такой эффект, что ага, вот они ресницы. Пока первый слой подсыхает, я крашу второй глаз. Такими зигзагообразными движениями, подкручивающими. Пока сохнут первый слой на этом глазке, я возвращаюсь на второй. Уже можно перевернуть щеточку и длинными ворсинками пройтись, уже прокрасить реснички. Я просто не хочу делать слишком яркий сегодня макияж. Я хочу, чтобы он был такой, ну, глаза естественные. А я сделаю акцент на губы. Поэтому губы у меня будут особо выразительные. А не забываем про нижние реснички. Вот, кстати, сейчас, когда я их крашу тушью, видно, что они у меня выросли после использования геля. И они у меня не просто есть, а они длинные и достаточно такие пушистенькие. Когда красим нижние ресницы, глаза сразу такие становятся распахнутые, такие выразительные. Ну, вот, у кого-то ресницы длиннющие от трижеты, у кого их нет, пользуемся тушью. Ну, и еще один слой туши. И я беру эту же щеточку и расчесываю реснички. Чтобы они прям были пушистенькие, натуральные. Как будто бы я их и не красила. Вот, следующий этап я делаю щечки. Сейчас очень модно румяна делать не как раньше. Мы делали там, уводили эти полосы к ушам и так далее. Ну, берем румяна на кисть. Я использую такие компактные румяна Giordani Gold. Мне очень нравится этот оттенок такой живой, с золотыми нотками. Лишнее смахиваем и наносим румяна. Мы вот сюда, вот на это вот яблочко, вот сюда на щечку яблочко. Чуть-чуть в стороны нанесли. Как бы не надо заводить за уши. Вот здесь мы остановились и все. Такой натуральный, лёгенький цвет. Остатки я смахиваю везде. И осталось сделать макияж губ. Губы я уже нанесла смягчающее средство, уже губы увлажненные. Сверху я прошла с немножечко тональной основой. Теперь мне нужно использовать контур. Я просто ввожу губы по контуру. Если нужно, можно прямо на этом этапе уже скорректировать форму губ. И потом просто накрасить помадой. Вывожу галочку. Соединяю. Приоткрываю рот. Прокрашиваю эти уголочки. И немножко заполняю вот это пространство. То есть так просто, легко, лёгким движением руки мы это делаем. И использую такую помаду. Мне очень нравится серия The One. Невероятного качества помада. Такая мягкая. Так хорошо лежит на губах. И я буду сегодня использовать такой экстремальный цвет. Оранжевый. Но он мне очень нравится, потому что он оживляет лицо. И в любой момент я могу взять капельку блеска, положить её на серединку. Она растечётся и помада заиграет. И станет блестящая. Вот такой вот лёгкий быстрый макияж. Я думаю, что это может делать абсолютно любая девушка, используя небольшой такой комплект средств. Давайте повторим. То есть что мы использовали. Порядку теней. 8 оттенков. 2 карандаша. 1 лайнер, которым я привела верхнюю часть в ресницах. А второй тени карандаш, которым я подвела нижнюю часть в ресничках. Я использовала основу под тени The One, как база под тени. И использовала 2 кисти. Одну пушистую для тушёвки, для нанесения основы. И остренькую для того, чтобы вывести уголочки, чтобы не разнести тени слишком далеко. И мы использовали тушь 5 в 1. То есть это макияж глаз. А для макияжа губ нам нужно было только положить тон, смягчить губы перед этим. И обвести контуром. И покрыть губной помадой. Вот такой вот лёгкий макияж. И, конечно, мы использовали румяна. Совсем забыла про румяна. Как без них, мои любимые. Посмотрите, как легко и просто, используя средства Reflame, которые очень доступные и высокого качества, можно сделать макияж. Посмотрите, какой получился результат. Вы видите, что было до. И что получилось в результате. Мы буквально добавили несколько штрихов на лице. И получили вот такую вот красивую картинку. Если у вас есть желание получить личную консультацию по вопросам, что вот лично вам подобрать, какие средства вам подойдут. Или какие для вас именно детали в макияже использовать. Пишите мне в комментариях. Я с удовольствием со всеми пообщаюсь. И мы договоримся, как с вами свяжемся, чтобы обсудить все вот эти детали. Всего вам доброго. Я желаю красоты, любви и счастья. До встречи в следующих видео. Пока-пока.